Всем привет! Продолжаем играть в Fallout, но больше не играть, а рассуждать. А в данном случае пока зачитывать книгу, почитывать, так сказать, Совершенный код Стива МакКоннелла. И сегодня продолжим предыдущую тему, в которой перечислялись типичные компоненты архитектуры программного обеспечения. Сегодня продолжим. В прошлый раз не все компоненты были перечислены, но типичные компоненты. Поэтому продолжим. Итак, надо мне загрузиться, вспомнить, что я где, что делал. Было бы хорошо взять еще один уровень, прокачать, наверное, еще легкое оружие. А потом, а потом, а потом, а потом суп с котом. Так, сейчас я... Вроде тут ничего нету, наверное, сбегаю в собор. Кстати, у меня еще одна тут локация не открыта. Может в нее сбегать. Ну, короче, сейчас побегу, а там, походу, разберемся. Потому что я уже не помню, что я делал, что я хотел сделать. Сейчас тут зайдем к этой тетке. Библиотекарша. А, подожди, так это она с другой стороны, да? Ну да, это та же, просто вход с другой стороны. Тут ничего, ничего нету. А, кроме вот патрончики, да, патрончики эти. Как оказывается, мне нужны, мне нужен этот пистолет. Пистолет и патроны к нему, к пистолету. Так, скидочку сделала, а тут мудила. Одну крышку не хочет скинуть. Так, предложить. Хорошо, все, побежали в пустошь и там пошаримся. Поищем еще локацию, может кого-то встретим. Может кого-то встретим. Диск этот, кстати, можно в братство отнести, может кому-то надо. Итак, ладно, следующий компонент, типичный компонент архитектуры. Это обработка ошибок. Обработка ошибок, одна из самых сложных проблем современной информатики. И к ней нельзя относиться с пренебрежением. По оценкам некоторых ученых, код на целых 90% состоит из блоков обработки исключительных ситуаций, ошибок и т.д. и т.п. Ну, сюда, скорее всего, еще входит логирование. Поэтому, раз уж на обработку ошибок приходится такая большая часть кода, стратегия их согласованной обработки должна быть выражена в архитектуре. Обработку ошибок часто рассматривают на уровне конвенции кодирования, если вообще рассматривают. Однако, она оказывает влияние на всю систему. Поэтому лучше всего рассмотреть эту обработку ошибок на уровне архитектуры. И вот некоторые вопросы, на которые нужно обратить особое внимание. Так, сейчас я тут побегаю. Может, тут какие-то квестики будут. До утра. Два часа. Закрыть. Так, как вам удается? Кто у вас? Главный обмен. Крышек. Шесть крышек. Что ж так мало? Пади хлеба, наверное, нельзя купить. Интересно, почему тут хлеб. Итак, вот некоторые вопросы, на которые нужно обратить внимание. Является ли обработка ошибок корректирующей или ориентированной на их простое обнаружение? В первом случае, программа может попытаться восстановиться от последствий ошибки. Во втором, может продолжить работу, как ни в чем не бывало, или завершиться. Как бы то ни было, она должна известить пользователя об ошибке. Далее. Является ли обнаружение ошибок активным или пассивным? Система может активно предвосхищать ошибки. Ну, например, проверяя корректность данных. Введенных пользователем. Или пассивно реагировать на них, только в том случае, если избежать их не удалось. Ну, например, когда введенные пользователем данные привели к численному переполнению. В обоих случаях сделанный выбор повлияет на дизайн GUI. Ну, или UI. Так, колодец. Я могу его рукой взять. Может быть, веревку примотаю. Тут иногда в колодце можно залазить. Сейчас посмотрим. У вас нет никакой причины. Ну, как это нет никакой причины? Мне интересно, что в колодце вдруг там что-то есть. Итак, дальше. Дальше идем. Походу, тут квестов никаких уже нет. Как программа поступает при обнаружении ошибки? Обнаружив ошибку, программа может отбросить данные, вызвавшие ошибку. Может отнестись к ошибке как положено и перейти в состояние обработки ошибки. Или может выполнить оставшиеся действия и уведомить пользователя о том, что где-то были обнаружены ошибки. Каковы соглашения обработки сообщений об ошибках? Если в спецификации архитектуры не определена единственная согласованная стратегия UI, ну, график юзер интерфейс, точнее нет, не определена единственная согласованная стратегия, то вот этот UI покажется непонятной комбинацией разных интерфейсов, относящихся к разным частям программы. Чтобы избежать этого, при проектировании архитектуры, нужно определить соглашение вывода сообщений об ошибках. Так, я разобрался. Дальше. Дальше. Как обрабатываются исключения? Архитектура должна определять, когда код может генерировать исключения, где они будут перехватываться, как регистрироваться в журнале документирования и тому подобное. На каком уровне программы обрабатываются ошибки? Вы можете обрабатывать их в точке обнаружения, передавать класс в обработке ошибок, или возвращать по цепи вызовов. Какова ответственность каждого класса за проверку получаемых данных? Каждый класс отвечает за проверку собственных данных. Или есть группа классов, проверяющих данные для всей системы. Могут ли классы конкретного уровня полагать, что полученные им данные некорректны? Хотите ли вы использовать механизм обработки ошибок, встроенные в среду программирования, или создать собственный? Если в среде реализован конкретный подход к обработке ошибок, это не значит, что он лучше всего соответствует вашим требованиям. Ну, как бы тут на этом все, но я добавлю кое-чего от себя. Новички часто делают так, там, к примеру, создают классы, пишут, и создают целые классы, там, перечисления, описания, ошибок, коды ошибок, это все описывает. Но по факту начинают поначалу в своем коде проверять результаты. Каждая функция может возвращать результат, выполнилась ли она успешно или не успешно. Либо по аналогии с Windows API может быть какая-то глобальная переменная, которая будет содержать код выполнения чего-либо. И любая там функция записывает в этот код результат. Окей или не окей. Если не окей, то пишет код этого не окей. И, соответственно, после выполнения каждой функции можно взять и проверить эту глобальную перемену. Окей или не окей. Ну и в соответствии с результатом что-то там делать, да, как-то реагировать. Так вот, новички часто создают целые там простыни, описания этих ошибок. Но по факту не знают, что с ними делать. Так как, если вы это делаете, значит, вы должны продумать, ну, а как вы их будете обрабатывать. А что является ошибкой, ну, действительно, а что не является ошибкой. Потому что, на мой взгляд, по-хорошему, ошибка это тогда, это та ситуация, когда программа просто уже не может работать дальше. работать дальше просто не в состоянии. Соответственно, нужно, ну, как минимум, извещать пользователя об этом и как-то корректно прекращать работу. То есть, обработка таких ошибок как раз должна быть корректной. Потому что, если программа не может корректно завершиться, а завершается обычным вываливанием, то это все сказывается на том, как пользователь, на то, будет ли пользователь вообще пользоваться вашей программой или нет. Соответственно, вопрос такой, да, что является ошибкой, вот, некорректность введенных данных, это ошибка или не ошибка. На самом-то деле, программа-то работать может дальше, то есть, не обязательно об этом писать, можно просто, ну, то есть, это получается даже и не ошибка, просто некорректные данные. А если там в результате некорректных данных и получаются некорректные вычисления, то опять-таки, это ошибка или не ошибка. Но, скорее всего, это не является ошибкой. Это просто некорректность. Соответственно, тут вопрос, на самом деле, не такой уж и простой. Вы, когда программируете на своем каком-то языке, я думаю, используете всякие функции, библиотечные, и каждая какая-то функция, думаю, много функций, могут возвращать, ну, какие-то значения. И всегда ли вы проверяете возврат этих значений? Или порой просто используете функции? Ну, как пример, в языке C есть такие функции, как там printf, scanf. Они возвращают некий результат. Так вот, как часто вы проверяете этот результат. Ведь по-хорошему, если функция что-то возвращает, значит, существует вероятность того, что когда-то какие-то данные будут некорректны. Так вот, проверяете ли вы их постоянно? То есть, представьте, у вас там 5 printf, вывода информации на терминалы, и, соответственно, нужно еще 5, это 5 линий, обработать еще эти ошибки нужно. То есть, это уже не 5 линий, это уже больше. То есть, вопрос на самом деле важный. Важный, как обрабатывать ошибки? Что такое ошибка? Но в каждом конкретном проекте понятие ошибки может быть разным. То есть, где-то это ошибка, где-то это некорректные данные, а где-то это даже и не ошибка. В принципе, можно идти дальше и работать. Поэтому вопросом этим пренебрегать точно нельзя, потому что если вы на это закройте изначально глаза, то дальше, по мере усложнения проекта, будут проблемы. Проблемы, то, что будут появляться ошибки, а вы это все не учли изначально, и будет проблематично понять, где происходят ошибки. Для этого нужно какую-то систему логирования. Система логирования должна быть удобной, потому что, открыв лог файл, мы должны, там должно быть четко и понятно написано, что происходило во время работы системы. Ну, то есть, поэтапно, какие функции вызывались. То есть, есть логирование тоже там. Все ли нужно логировать, или нет. Обычно в дебах версии файлы пишется еще отладочная информация. В релиз-версиях отладочной информации не пишется только там критические ошибки. Соответственно, если вы пишете какие-то критические ошибки, то нужно единообразно писать, к примеру, в каком классе произошло, в какой функции, в какой строчке кода это все произошло. Ну, то есть, вопрос, на самом деле, довольно-таки сложный. Итак, ладно, следующий компонент. Сейчас я с этим не перетру пацанчиками. Что-то их много. Я тебя узнал, тебя видели в братстве, но я тебе не доверяю. Да пошел ты, не доверят у меня. Убиваю разных пустынных тварей. Борзый. Ну, конечно, борзый. Их же много, а я один. Поэтому он борзый. Если бы мы с ним встретились где-то в темном переулочке, то я думаю, он бы не был таким борзым. Так, ладно, я просто тут бегаю и следую. Потому что, вот, смотрите, у меня не открыта какая-то локация. Какая-то. Ее надо открыть, тут надо полазить везде. Поискать, может, где-то найду. Че-то найду. Кстати, я там прокачал то умение, типа, возможность встретить там. Ну, повышает вероятность встретить там кого-то. А где тут налетчики? Вот это ж походу. Ну да. Надо их расколбасить, а то они нападают на крестьян. На тебе. Вот. И так я пока никого интересного и не встретил. Вот так вот. Зря прокачал. да ладно, ребятки, у меня нормальная броня, нормальное оружие. На тебе на фарш. Отойду-ка. Свежатина. Да, свежатина. Вот, свежатина лежит. Надеюсь, крестьян не его... А, тут двое. Блин, они его окружили, я в них пострелять так не смогу. Потому что я их обязательно задену. И потом крестьяне ополчатся на меня и, короче... Блин, собаку бьют. Собаку не трогай, гнида. Надо собаку спасать. Собака-то ни в чем не виновата. Вот смотри. Тварь, не трогай собаку. Сейчас, сейчас, ребятки. Сейчас я подойду. Подождите. Давай, давай. Вали, вали. Собака, кусай его. Кусай. Ах ты, гнида. Убил собаку. Ну, все. Ты, мразь, сейчас за это ответишь. Блин, мне бы молот. А молота у меня нету. Блин, надо было перезарядиться. Ладно. Ладно. Сейчас мы там... Ого, малой. Ну, малой тоже помер. Ну, он нормально так лупанул его. Даже убил. На тебе. Так, ладно. Следующий компонент. Это отказоустойчивость. При разработке архитектуры следует... Системы следует указать ожидаемый уровень ее отказоустойчивости. Так, это сумка. Уровень ее отказоустойчивости. Ладно, тут ловить нечего. Отказоустойчивостью называют совокупность свойств системы, повышающих ее надежность путем обнаружения ошибок восстановления, если это возможно, и изоляции от плохих последствий, если восстановление невозможно. Например, вычисление системы квадратного корня можно сделать отказоустойчивым несколькими способами. Несколькими способами. Так, сейчас. Это мутафрукты. В случае неудачи система может вернуться в предыдущее состояние и попробовать вычислить корень еще раз. Если первый ответ не верен, она может вернуться в состояние, при котором все наверняка было правильно и продолжить работу с этого момента. Система может включать дополнительный вспомогательный код, выполняемый при обнаружении ошибки в основном код. Так, если первый ответ окажется ошибочным, система может переключиться на альтернативный метод вычисления квадратного корня. То есть, чуть-чуть другой метод. Ну, типа, по-другому переменные назвать и типа другой метод. Шутка, конечно. Дальше система может применять алгоритм голосования. Она может включать три класса, вычисляющих квадратный корень разными способами. Каждый класс вычисляет квадратный корень, после чего система сравнивает полученные результаты. И в зависимости от реализованного типа отказа устойчивости система может использовать среднее или наиболее вероятное значение истек. Интересный способ. А когда же это ух ты ребятки я встретил интересное место. Я встретил интересное место салон поддержанных машин. ты че шутишь это все сплошная рухлядь. Сэр это личные машины да но они не ездят все в порядке сейчас занимаются наши мастера где же ваш ремонтный цех вот же он походу он нарковый где тут ничего нет о чем вы сейчас на новом корве это личный выбор ладно как скажешь полный бак бензина и по рукам бензина нет ах ты надо было с ним поторговать дверной проем закрыт ну да получается если я уйду то у меня перерыв какой перерыв дурачок давайте я тут не могу отдыхать это плохо что делать а я же сохранился ай блин я сохранился уже перед или после привет о торговля о а у него нифига нет ладно куда они не ездят где же ваш ремонтный цех где тут ничего нету а ты не в семья оскорблен всего наилучше дай где ты оскорблен дурачок дурачок сейчас ломаю дверь если что-то будет бычить то мы его застрелим он все равно дурачок книжный шкаф ничего нет ох и место интереснейшее ничего тут нет зачем такие места вставлять ну и система кстати еще может но по поводу вычисления квадратного корня система может заменять ошибочное значение поддельным значением которое положительно скажется на работе оставшейся части системы вот так вот покупайте программу а она подделывает подсовывает поддельные значения что-то тут наверное хорошее в этом сундуке да что-то не очень но это оружие какое-то именное походу пневматическое ружье редрайдер наверное хотя не походу нет ну вот только да проговорил что я ни одного места не встретил интересного как тут же я его встретил а вот о это с е это типа second edition смотрите тут редрайдер а тут редрайдер с е эксклюзивная о вот это уже интересно но по идее может баблишко стоить нормально так ладно идем далее другими подходами к отказу устойчивости является перевод системы при обнаружении ошибки состояние а как отсюда выйти состояние частичной работоспособности или ограниченной функциональности система может отключиться или автоматически перезапустить себя конечно эти примеры упрощены отказа устойчивость захватывающая и сложная область но она не является темой этой книги так я нашел недостающую локацию и походу попал в засаду кто-то меня тут подстерегал это мыши не это крысы я отойду они сейчас в рядок соберу ой в рядок соберутся и я их знаете так очередью одним скопом всех покрошу э ползи эти твари да было бы неплохо если вот в четвертом фаллауте по-моему да там была собака с собой можно было собаку было бы прикольно если бы такой натасканный кот мутировавший кот с тобой ходил бы вместо собаки и этот кошак как раз бы всех этих крыс давил да и не только крыс харьков тех мутировавших так зацепил и вот это надо добить эй стой гнида лови хотя чё она гнида она нормальная обычная крыса я тут бежал подстрелил она что в принципе не нападала так ладно из интересных мест вот мы тут встретили этого боба ну я думаю можно будет ещё что-то встретить так нам надо дойти вот неизвестно да вот ух ты это какая-то база охранники мутанты интересно а это походу какая-то база короче ну да эл логика твоя сдаваться мне нужно я тоже мутант нет ты человек ты умрёшь нет ребятки я побежал а им ссори be happy я пока с вами не хочу воевать походу это типа там квест был в этом убежище он дал типа уничтожить вот военном уничтожить типа база мутантов или что такое походу это но сейчас случайно пройду ну как случайно пройду довольно сложновато будет случайно пройти потому что у них нормальное оружие ёлки палки а чё тут делать это довольно сильные ребята на тебе мудила зелёный ха-ха-ха придурок своего попал но это хорошо о красавчик стрелять а блин вот это плохо они меня окружили и теперь мне гайки и теперь мне гайки придётся придётся делать вот так вот а не не успели ещё окружить энергооружие так этот при смерти есть завалил но в принципе броня вот это неплохая да она мне неплохо выручает даже от энергооружия я сейчас наверное подлечусь и перезаряжусь и будем читать дальше патрончики укольчики и бежим итак следующая следующий компонент возможность реализации архитектуры возможность реализации архитектуры разработчики могут сомневаться в том способна ли система достигнуть заданных показателей производительности работать при ограниченности ресурсов и будет ли она адекватно поддержана средами реализации архитектура должна подтверждать что система технически осуществ архитектура технически осуществима если невозможность реализации какого-то компонента может сделать проект неработоспособным и в архитектуре то в архитектуре а неработоспособным в архитектуре должно быть отражено как изучались эти вопросы при помощи прототипов исследований или иначе эти аспекты риска следует устранить до начала полномасштабного конструирования сейчас это походу тоже забежит за край и ищи ее потом свечи патрульный ну да это же база тут военная соответственно тут вот эти патрули ой блин да надо в того стрелять который с этой пушкой мало ли вдруг критический удар проскочит так следующий компонент это избыточная функциональность это избыточная функциональность надежностью часто ого так надежностью часто называют способность системы продолжать работу после обнаружения ошибки часто в спецификации архитектуры разработчики определяют более надежную систему чем указано в требованиях одна из причин этого в том что система состоящая из многих частей удовлетворяющих минимальным требованиям к надежности в целом может оказаться менее надежной чем нужно в мире программного обеспечения цепь не так крепка как слабейшее звено она так слаба как все слабые звенья вместе взятые в спецификации архитектуры должно быть явно указано могут ли программисты реализовывать в своих блоках программы избыточную функциональность или они должны создать простейшую работоспособную систему определить отношение к реализации избыточной функциональности особенно важно потому что многие программисты делают это автоматически из чувства профессиональной гордости явно выразил ожидание в архитектуре вы сможете избежать феномена при котором некоторые классы исключительно надежны а другие лишь отвечают требованиям вот так вот ребятки вот так вот так заряжаемся лечимся это же по идее я его сейчас убью и могу забрать эту энергопушку только толку не особо много так как у меня не прокачано умение по пушкам да что же он не сдыхает столько уже выстрелил в него а он ну он же мутант понятное дело на тебе помри да было бы неплохо пока я шарюсь по пустоши взять еще один уровень было бы круто так и патрончики все да ну ничего сейчас перезарядимся так следующий компонент купить или создавать самим самый радикальный подход к созданию программного обеспечения не создавать его вообще а купить или загрузить с интернета бесплатно бесплатное ПО с открытым исходным кодом вы можете приобрести элементы управления буи то есть юзер интерфейс менеджеры баз данных процессоры изображений компоненты для работы с графикой и диаграммами компоненты для коммуникации по интернету компоненты обеспечения безопасности и шифрования обработки электронных таблиц и текста список почти бесконечен одним из главных достоинств программирования с использованием современных UI интерфейсов GUI интерфейсов юзер интерфейсов является объем функциональности которую вы получаете автоматически классы для работы с графикой менеджеры диалоговых окон обработчики событий клавиатуры и мыши код поддерживающий любые принтеры мониторы и так далее и лазерное ружье ничего себе если архитектура не подразумевает применение готовых компонентов она должна объяснять в каких аспектах компоненты которые будут разработаны окажется лучше готовых библиотек и компонентов да смотрите энерго оружие 19 смысла нету ух ты мне 600 опыта осталось я думаю пока я дойду до собора я эти 600 получу и как вы думаете я думаю мне смысла вообще нет энерго оружия качать потому что ну вряд ли вряд ли я еще получу столько уровней чтобы прокачать его до нормального нормального уровня такой каламбур так собор тулем хотя хрен его знает тут книга толстая можно долго вплоть до 2019 года вот так вот читать потому что в 19 году вроде там выйдет фоллаут 5 хотя есть еще фоллаут 2 фоллаут тактик фоллаут нью вегас фоллаут фоллаут много короче привет чем могу помочь кто ты что ты тут делаешь не возражаешь если пойду он в джак таун не не надо в джанк таун может быть поторговать а че торговать у него то и денег особо нету оно интересно сколько это с е во сколько он ее оценит ого 3600 нормально обычная обычная 300 нормалек может быть кстати эта винтовка кому-то надо по квесту потому что денег то у меня в принципе хватает а вот очков опыта и так ладно идем следующий дальше дальше следующий компонент следующий так собор тулем к этим сектантам следующий компонент это повторное использование если план предусматривает применение существующего кода тестов форматов данных и тому подобное архитектура должна объяснять как повторно использовать ресурсы как повторно использованные ресурсы будут адаптированы к другим архитектурным особенностям если это будет сделано так по идее я сейчас если их убью то я получу новый уровень кстати собаки есть почему котов нету могли реально кошек добавить где-то идешь такой по городу там кошка такая сидит мяу мяу ты ходишь она с тобой бегает просит поесть и ты такой блин ну ладно на тебе блин покиньте мне до следующего уровня не хватило сколько это 48 да получается печально можно в принципе забежать какое-то мирное оселение перестрелять людей и я получу какой-то опыт вы получаете одну единицу кармы за что за то что убил наверное итак следующий компонент следующий компонент стратегия изменений так как при создании продукта и программисты и пользователи обучаются приложение скорее всего в период разработки будет изменяться так приложение скорее всего будет изменяться причинами этого могут быть изменения типов данных форматов файлов функциональности реализации новых функций и тому подобное изменения могут быть новыми возможностями которые были запланированы заранее или не были реализованы в первой версии системы поэтому разработчику архитектуры программного обеспечения следует сделать ее достаточно гибкой чтобы в систему можно было легко внести вероятные изменения так где тут главный наркоман а там есть второй этаж может их сразу без разбора всех перевалить хотя тут квесты есть как ты смеши придурок ну если еще борзо тут мне поотвечают я наверное их всех перевалю какие то как ты смеешь заперто так архитектура должна четко описывать стратегию изменений архитектура должна показывать что возможные улучшения рассматривались и что реализация наиболее вероятных улучшений окажется наиболее простой у рюкзачок походу туда можно сложить какие-то вещи книжечку так что-то дальше если вероятны изменения формата ввода или вывода данных стиля взаимодействия с пользователями или требований к обработке архитектура должна показывать что все эти изменения были предвосхищены и каждый из них будет ограничено небольшим числом классов классов психа давайте наберем этого а нафига вот этот цветочек давайте один возьмем мало ли так это вот вот эту вот лазерное ружье мне точно ого 5000 не ребятки оно дорого стоит вот это впарим вот это сумка походу туда можно было что-то сложить походу и так сколько надо 635 получается так 635 где тут готово угадал так архитектурный план внесения изменений может быть совсем простым включить файлы данных номера номера версии зарезервировать поля на будущее спроектировать файлы так чтобы в них можно было добавить новые таблицы и так далее тому подобное если применяется генератор кода архитектура должна показывать что он поддерживает возможность внесения предполагаемых изменений он сказал что только этим чадом разрешено это носить значит мне надо где-то намутить намутить вот эту короче халатик так в архитектуре должны быть отражены стратегии которые позволяют программистам не ограничивать имеющийся у них выбор раньше времени так архитектура может определять что вместо жестко закодированных тестов к примеру if будет применяться метод основанный на проверке таблиц данные таблицы можно хранить во внешнем файле а не включать программу что позволит выносить в нее изменения без перекомпиляции так 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 во и тут есть остался последний компонент это общее качество архитектуры сейчас я его зачитаю но я пока перетру перетру я хочу кое-что спросить готово он не справочное бюро такие борзые все ладно когда я буду вас всех валить то я думаю вы под офигеете ты кричишь как девка ха-ха придурок посмотрим как ты будешь кричать посмотрим блин а как бы мне туда пробраться это походу может тут есть одежка ого сколько тут ребята смотрите круто я все заберу извините но мне это надо ладно сохраню может не надо надо как-то по-хорошему найти вот эту мантию а где ее можно найти можно с этими дебилами пообщаться эй слышь дебил вау вау полегче нет не катит сейчас я схожу может вот сюда эти стоят толку потому что здравствуй давай вместе споем это походу эти кришна хари-хари кришна кто-то главный готова споем а это что тоже спеть с тобой прио а чем могу ли я тебе за и все о детях не надо было тебе лучше не отвлекайся от работы где бы мне намутить этот этот халатик а где бы его мне найти может быть да дождаться ночи может быть дождаться ночи и и короче пробраться туда типа включить вот это умение скрытность открыть дверь и наверх залезть и наверху там что-то найти цветочки неплохо у тебя но пока а тут походу а до 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 полу ой не до вечера ой до ночи во вот так вот попробовать взломать ту дверь и они все равно наркологи я думаю и хуже от этому никому не будет то что их перестреляю хочу это за кнопка и готова да так ладно общее качество архитектуры да это последний такой компонент описываемый в книге хорошая спецификация архитектуры должна описывать классы системы информацию скрываемую каждым классом и обосновывать принятые и отвернутые варианты проекта системы архитектура должна быть продуманной а продуманным концептуальным целым вот это уже неожиданно концептуальным целым включающим несколько специфических дополнений главный тезис по пуль самой популярной книги по разработке программного обеспечения это мифический человеком месяц гласит что основной проблемой характерной для крупных систем является поддержание их концептуальной целостности хорошая архитектура должна соответствовать проблеме изучая архитектуру вы должны испытать удовольствие испытывать удовольствие от того насколько естественным и простым кажется решение вам должно казаться что проблема и архитектура неразрывно связаны вам следует знать как архитектура изменялась во время ее проектирования каждое изменение должно быть четко согласовано с общей концепцией архитектура не должна быть похожа на проект бюджета конгресса сша предусматривающие расходы на мероприятия повышающая популярность чиновников цели архитектуры должны быть четко сформулированы проект системы главным требованием которое является модифицируемость будет отличаться от проекта системы которая должна показывать высочайшую производительность даже если по функциональности обе системы будут одинаковы в архитектуре должны быть обоснованы важнейшие принятые решения с подозрением отнеситесь к обоснованиям из разряда мы всегда так делали здесь уместно вспомнить одну поучительную историю бета хотела приготовить тушеное мясо по прославленному рецепту передававшемуся из поколения в поколение в семье ее мужа абдула абдул абдула вот абдул сказал что его мать солила кусок мяса перчила обрезала его края укладывала в горошек закрывала и ставила в духовку на вопрос бет зачем обрезать оба края абдул ответил не знаю я всегда так делал спрошу у мамы он позвонил ей и услышал не знаю просто я так всегда делал спрошу у твоей бабушки а бабушка заявила понятия не имею почему вы так делаете я делала так потому что мой горшок был маловат до хорошая архитектура программного обеспечения не зависит ни от платформы не от языка пожалуй вы не сможете проигнорировать среду конструирования однако максимальная независимость от системы позволит вам устоять перед соблазном создать слишком подробную архитектуру и избежать работы которую вы которую лучше выполнять во время конструирования если программа ориентирована на конкретную платформу или должна быть разработана на конкретном языке это правило не актуально при разработке архитектуры следует соблюдать баланс между недостаточным и чрезмерным определением системы ни на какую часть архитектуры не следует обращать больше внимания чем она заслуживает не следует разрабатывать одну часть в ущерб другой архитектура должна отображать все эти требования в архитектуре должно быть должны быть явно определены области риска указаны его причины и описаны действия после пению риска к минимуму архитектура должна включать описание системы с разных точек зрения зрения планы дома включает поэтажный план а план перекрытий электрические схемы и тому подобное и тому подобное качество архитектуры программного обеспечения также повысится если включить в нее описание разных взглядов на систему которые позволяют найти ошибки и помогут программистам полностью понять проект системы наконец элементы элементы архитектуры не должны вызывать у вас чувство неловкости архитектуры не следует включать что-то только для того чтобы угодить начальнику архитектура а именно вы будете притворять в ее ее в жизнь как же вы ее реализуете если вы не будете в ней разбираться разбираться но это к слову что не надо туда включать что-то лишь бы угодить начальник так ну и тут вот есть у нас контрольный список то есть список вопросов позволяет сделать вывод о качестве архитектуры этот список не является исчерпывающим руководством по проектированию архитектуры это прагматичный способ оценки того что вы получаете на программистском конце пищевой цепи разработки программного обеспечения используйте его как основу для создания собственного контрольного списка как и в случае аналогичного списка вопросов о требованиях при работе над неформальным проектом некоторые вопросы будут не актуальны однако при работе над более крупным проектом большинство из них пригодится и так сейчас я тут 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 уровень ну что-то прокачаю и зачитаю вам этот список и на сегодня все блины чем не прокачивать легкое оружие так вроде неплохо прокачано ну-ка 13 14 15 не хватит наука ну давайте до 80 так давайте взлом прокачаем потому что что то что то я вижу со взломом есть проблемы вот так так до следующего уровня 11000 ну нормалек нормалек сохранимся надо поискать квесты и выполнять их потому что на крысах я в принципе уже так не заработаем и так ладно список контрольный список вопросов специфические аспекты архитектуры и так погнали ясно ли описана общая организация программы включает ли спецификация грамотный обзор архитектуры и ее обоснование адекватно ли определены основные компоненты программы и области ответственности и взаимодействия с другими компонентами все ли функции указанные в спецификации требований реализуются разумным не слишком большим и не слишком малым числом компонентов приведено ли описание самых важных классов и их обоснования приведено ли описание организации и содержание баз данных баз дан данных да блин определены ли все важные бизнес правила описано ли их влияние на систему описана ли стратегия проектирования юзер интерфейса пользовательских интерфейс сделаны ли пользовательский интерфейс модульным чтобы его изменения не влияли на оставшуюся часть программы так куда я хотел наверно сюда приведено ли описание стратегии ввода вывода данных и ее обоснования указаны ли оценки степени использования ограниченных ресурсов таких как потоки соединения с базами данных дескрипторы дескрипторы пропускная способность сети приведено ли описание стратегии управления такими ресурсами и ее обоснования описаны ли требования к защищенности архитектуры определяет ли архитектура требования к объему и быстродействию всех классов под систем и функциональных областей описывать ли архитектура способ достижения масштабируемости системы рассмотрены ли вопросы взаимодействия системы с другими системами описана ли стратегия интернациональной лизации и локализации определена ли согласованная стратегия аж обработки ошибок определенный подход к отказоустойчивости системы если это требуется подтверждена ли возможность технической реализации всех частей системы Определен ли подход к реализации избыточной функциональности? Приняты ли необходимые решения относительно покупки или создания компонентов систем? Описано ли в спецификации, как повторно используемый код будет адаптирован к другим аспектам архитектуры? Сможет ли архитектура адаптироваться к вероятным изменениям? И список вопросов по общему качеству архитектуры. Все ли требования отражены в архитектуре? Является ли какая-нибудь часть системы чрезмерно или недостаточно проработанной? Заданы ли явные ожидания по этому поводу? Является ли вся архитектура концептуально целостной? Независим ли высокоуровневый проект системы от платформы и языка, который будет использоваться для его реализации? Указаны ли мотивы принятия всех основных решений? Удовлетворяет ли вас, как программиста, который будет реализовывать систему, разработанная архитектурой? Итак, на сегодня, на сегодня все. Сейчас я перетру с этими типочками. Так, эти просто чуваки сказали, что они уедут после того, как я убил этих, короче, этих всех. Но они не уехали. Значит, они меня обманули. А если они меня обманули, значит, я им больше доверять не буду. А если я им доверять не буду, значит, я им просто в паре вот это продам. И лазерное оружие. Ну, 5 тысяч стоило вот так. Ну, я думаю, на сегодня все. Что вам вот это смотреть? Я тут сейчас кое-что продам. Прикуплю, может быть, патрончиков. Вот таких вот. И все. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся. Ставим лайки. Комментируем. Делимся. Ну, и все такое. Всем пока.